МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА -"127-я школа сегодня вновь заработала. При этом в учреждении по желанию родителей сменили частное охранное предприятие. Ремонтировать коммунальный мост пожелала лишь одна компания. Цена контракта почти 35 миллионов рублей. В жилом доме Перми взорвался газовый баллон. Пожарным уже удалось ликвидировать возгорание. На РБК новости при Каме я Станислав Загайнов. Здравствуйте. 127-ю школу Перми теперь охраняет компания Цербер. Сменить частное охранное предприятие пожелали родители школьников. Сегодня образовательное учреждение возобновило работу, но в щадящем режиме, рассказали РБК Перм в региональном Минобре. Озвучено, что дети возвращаются в учебный процесс пока по желанию. Родителям и педагогам рекомендовано особенно тщательно смотреть за психологическим состоянием школьников. В случае неготовности ребенка посещать школу, он может оставаться дома под наблюдением специалистов. Кроме того, психологи, в том числе из Москвы, продолжают работать в учебном заведении. Сегодня они соберутся на совещании, на котором будет определена дальнейшая тактика работы. Во всех классах сегодня, 18 января, восстановлен учебный процесс. Дети в школу пришли. Отсутствует буквально несколько человек. Выясняются причины. В основном по болезни. Дети пришли с хорошим настроением. Работа ведется. Детей сопровождают, наблюдают педагоги. Работают психологи. В Минздраве сообщили, что на сегодня один из школьников переведен в дневной стационар. В больнице остаются 8 детей. Еще один пострадавший отправлен в Московское НИИ глазных болезней. После обследования принято решение пока не проводить повторную операцию. У учительницы Натальи Шагулиной отмечается положительная динамика. Двое подростков переведены в отделение сосудистой хирургии в стабильном состоянии. Нападение на школу номер 127 произошло утром 15 января. Двое подростков нанесли ножевые ранения учительнице и ученикам 4-го Б-класса. Нападавшие были задержаны. Вчера Мотовельхинский суд Перми арестовал их на два месяца. Им предъявлено обвинение в покушении на убийство двух и более лиц по предварительному сговору. На аукцион по ремонту коммунального моста через Каму была подана всего одна заявка. Победителем торгов признана пермская компания ТСК. Цена контракта 34 миллиона 800 тысяч рублей. Снижение цены при проведении торгов не произошло. Размер обеспечения контракта 15%. Гарантийное обязательство на ремонтные работы и покрытие моста соответственно 3,2 года. Согласно графику работ подрядчик должен приступить к ремонту 20 июня текущего года, завершить все работы к 31 августа. По контракту необходимо провести фрезерование и разборку асфальтобетонного покрытия и железобетонного защитного слоя, устроить слой гидроизоляции и сделать асфальтобетонное покрытие проезжей части. На время работ движение по мосту будет ограничено. Но добавим, муниципалитет объявлял аукцион в третий раз. В конце февраля 2017 года по требованию прокуратуры конкурсные процедуры были отменены из-за ошибки в документации. Был изменен вид работ с капитального на обычный ремонт. В жилом доме Перми взорвался газовый баллон. Произошло ЧП сегодня утром. В центре Перми на Акулова 38 загорелся жилой дом. Однако, как стало известно позднее от жильцов дома и МЧС, взрыв баллона не был причиной. Сперва загорелось само двухэтажное деревянное здание. Уже затем произошел взрыв. Всем десяти жителям удалось самостоятельно выбраться на улицу. Сам пожар ликвидирован. Предварительная причина – нарушение правил эксплуатации электрооборудования. Дознаватели МЧС обследуют место происшествия. В администрации Перми отметили, что дом ранее был признан аварийным. Выкупная стоимость квадратного метра собственности оценена в 50 тысяч рублей. Они получат стоимость приобретаемой квартиры. Это, к сожалению, не получается. Поскольку, если доля составляет порядка 1-1,5 метров, то, к сожалению, выплатить им выкупную цену, которая достаточно будет для приобретения даже однокомнатной квартиры, невозможно. В связи с этим у нас вопрос о размере возмещения решается в судебном порядке. Возмещение за жилые помещения осуществляется не за счет бюджета, а за счет средств инвестора. Инвестором является общество с ограниченной ответственностью, ТОК, ТЛТМБ. Они выплачивают выкупную цену уже по решению суда. 11 жителям предложено временное жилье на народовольческой 42 до момента выплаты компенсации. Российская валюта в паре доллар-рубль оказалась под давлением из-за укрепления доллара, говорят аналитики портала Банки.ру. Сегодня в начале торгов курс американца прибавил 2 копейки. Несмотря на повышение нефтяных котировок, ослабление рубля может продолжиться из-за укрепления доллара на рынке Форекс. Повышение курса доллара выше 56 рублей 97 копеек откроет покупателям дорогу к отметке 57,20, считают эксперты. Против рубля выступили также слова российских официальных лиц. Министр финансов заявил, что за счет операции на валютном рынке курс рубля не будет позволено резко укрепляться, так как для некоторых отраслей промышленности это подобно смерти. Глава Банка России предостерегла от эйфории из-за высоких цен на нефть, заявив, что цены на сырье остаются очень волатильными. Но добавим, фондовые торги в Российской Федерации страдовали в четверг ростом. Индекс московской биржи на 10 утра Москвы увеличился на 0,18%. Индекс РТС в тот же момент вырос на 0,12%. Но пока лучшие предложения по покупке доллара к этому часу в Перми в банке Финам 56,72, по продаже в актив капитал банки 5,705. Лучшие предложения по покупке евро в банке Финам 69,22, по продаже там же 69,47 рубля. Эти и другие новости на нашем сайте. Оставайтесь на РБК и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова